Дорогие друзья, я вас всех приветствую, рад снова вас приветствовать на канале, на связи АТВ Гараж и так сойдет, Алексей Фризит, АТВ Сервис, вместе квадрогуру, мастера по гепардам в первую очередь, и дальше по всем квадрам тоже супер мастера, как видите всегда у нас полный сервис техники, это только начало понедельника, даже еще не начинали подвозить, то есть так что остатки с прошлой недели, всегда 23 год у нас новые, доработанные проекты разные тут, все новое только у нас и только здесь, Значит, много мы с вами обсуждали уже в этом году, появление гепарда 2.0 и появление литрового гепарда, смотрите, что я вам хочу сказать, ходила информация, то слухи, то не слухи, в общем расскажу историю, нам звонил один наш подписчик постоянный, который приобрел себе уже, купил в салоне гепард 2.0, каким-то образом, там у него есть хорошие связи, он договорился, позвонил на завод, ему продали гепард 2.0, привезли его в дилер и сразу же отгрузили обратно, его даже дилер не заснял, ничего, короче увезли они его сразу, вот, приехали мы к этому подписчику в гости, он нас пригласил, любезно принял у себя в гараже, попросил показать, мы его просили показать гепард, сняли пластик, осмотрели полностью, сейчас мы вам расскажем, короче гепард 2.0 в итоге вышел, непонятно точно, когда он пойдет в массовое производство, но несколько владельцев по России уже есть, я точно знаю, что может быть десяток человек, может быть больше, уже получили гепарда 2.0, мне уже некоторые люди тоже писали, что они получили в других городах, зрители, вот, в общем непонятно, когда это массово будет, почему-то стелс стоит, мы просили на тесты у стелса, выбить там этот гепард, пригласить нас в Брянск снять, на обзор, хотя бы просто с ними, чтобы они нам показали, объяснили, никто не идет на контакт, стелс, короче, в этом плане, стелс, вот я считаю, личное мое мнение, в плане там, ребята, которые его собирают, ну, конструируют, разрабатывают, вот эти ребята нормально, делают все адекватно и все постоянно, ну, совершенствуют, это хорошо, ребята, которые ведут маркетинг, вот эта вот связь с дилерами, связь с общественностью, связь с медиапространством, они, конечно, поступают очень плохо и некрасиво, если они сейчас смотрят, эти наши ребята, со стелса или откуда-то, ребят, вы делать абсолютно неправильно, так делать нельзя, ни в коем случае, вот Одесс, например, я вам просто скажу, свое мнение, зашел правильно и красиво на рынок, перед тем, как появились Одесс Мудпро, например, в массовой продаже, дали на обзор, ну, ребята купили, ну, им первым предоставили, вот Михаил Мотерейв, Роман Развалюшин, еще там несколько блогеров, там, Владимир Юров, они получили заранее, за две недели эту технику, кто-то купил ее, кто-то там, ну, Владимир Юров, он дилер, ребята Развалюшин, там, с Мотерейв, они их купили, там, сами, собственно, ручно, и уже им, как в первую очередь, дали им тестировать, они показали первое видео, тест в гаражах, разобрали, второе видео, Развалюшин съездил, Юров съездил, там, все съездили, и после этого уже массово в салонах сейчас стоят Одессы, тысячные, Мудпро, неважно, там, какие они по качеству, хуже, лучше, это мы обсуждать не будем, я имею в виду подход, подход маркетингового отдела стелса и связи с общественностью, это, как сказать, грубо говоря, полное дно, нельзя так работать, это старый метод, у нас в 90-е годы, сейчас все в медиапространстве, надо показывать, поэтому, вот, это, что я хотел первое сказать, по поводу Гепарда 2.0, все, он есть, уже, надеюсь, скоро он будет в продаже, там есть доработки, сейчас мы отдельно о них расскажем, по поводу литровой версии, у нас есть несколько фотографий от подписчиков, еще мы его не видели, но, скорее всего, после этого, через несколько месяцев, выйдет еще литровый Гепард, он будет на абсолютно другом моторе, не БЛПшном, не копию, что-то похожее на ЦФ-шный мотор, который вместе с коробкой, вот. В одном картере, но раздельно, трансмиссия и двигатель, вот, а сейчас, ну, быстренько пробежимся по тому, какие доработки, сейчас мы переведем камеру, и на этом, может, квадрике покажем, где какие узлы, у нас расположены, вот, чтобы вы понимали информацию, что Гепард, кто хочет подождать, например, кто спрашивает, ну, есть смысл, может быть, подождать, может быть, месяца два-три, он массово поступит, может быть, сейчас выйдет, не могу вам ничего сказать, так же опять, потому, что стелс делает мозги людям, все, короче, поехали. Так, по поводу того, что мы не показываем видео, как мы у человека в гараже этот квадрик осматривали, смотрели, смотрите. Так как человек, какими-то путями заполучил его на заводе, он не хочет, грубо говоря, политься по этому поводу, показываться, и поэтому попросил не снимать ни его, ни квадроцикл, ни его гараж, но мы вам сейчас все расскажем, проблем нет. Приложу фотки, фотки давно уже ходят в сети, есть фотки, они в группах, там, где-то кто-то тайком на заводе, там, сфоткал, кто-то у дилера умудрился сфоткать, все фотографии у нас есть, а потом, когда к нам придет этот квадроцикл, уже официально будет продаваться, наши клиенты 100% купят его, потому что все 23-й год, как появился продажа, первый квадроцикл 23-й был именно у нас, вот. Мы его обязательно разберем, покажем, и протестируем, прокатимся, короче, возьмем его по катушку, надо немножко подождать просто, будет видео, все будет в порядке. Так, а сейчас пройдемся по квадроциклу. Так, друзья, у нас Алексей, он очень сильен в технической части, он вам сейчас расскажет, начнем с задней, наверное, части. Да, сейчас Игорь приложит фоточки, то, что ходит, чтобы вы понимали, о чем мы говорим, в сумме. Так, а теперь мы покажем, что именно изменили в 2.0. Изменили вот эту заднюю часть, потому что вот здесь лопались постоянно рамы, ну, болячка такая, вот здесь лопалась, здесь лопалась. Изменили вот эту часть, получается, сместили рычаги чуть назад, здесь такая будет фигурная резка металла приварена. Сместили рычаги чуть назад, сделали одноширокую колею, то есть на гепарде привода разной длины, задние короче, передние длиннее. Теперь они будут одного размера. Потом, изменили крепление амортизатора, то есть именно на рычаге изменили крепление. Но я, к сожалению, здесь не смогу показать, мы постараемся фотки приложить, но на фотографиях нет этого изменения, его не видно. Но изменили крепление, теперь он будет не вот так сидеть на краю рычага, а смещено и сделано, как вот грубое, как у Ямахи. Сместили немножко, сделали у гепарда. Кстати, в 2016 году была экспериментальная рама полностью на саленблоках, на других рычагах всех, нижних, верхних. Идеальная была компоновка для туризма, но, к сожалению, почему-то ее не впустили в ход и оставили вот эту на саленблоках, которая ходит гораздо хуже, чем саленблочная. Вот, сзади у нас что еще изменили? Здесь все получается по амортизаторам, то есть теперь будут одинаковые колеса, то есть будут одинаковые диски и десятая резина везде. Не будет разных широких заводов. Потом, значит, поставили два уловителя кардана на всякий случай, потому что кардан длинный. И вот здесь будет уловитель стоять, и чуть ближе, вот здесь вот два уловителя. Фотка есть, Игорь приложит. Потом, значит, изменили систему охлаждения по нашему принципу. Развели систему охлаждения, но фоточек нет, но мы приложим потом. Вот, потом изменили радиатор. Теперь радиатор будет как, грубо говоря, на РМ. То есть радиатор без заливной горловины, и вся система будет на решительном бачке. Там будет стоять пробка с давлением 1,1 бара, и будет работать на решительном бачке. Будет немножко сложнее поставить теперь вынос. Потому что расширительный бачок в этой системе должен быть выше, чем радиатор. Он стоит теперь вот в этой части. Вот здесь вот. Фоточку вам, ну не знаю, получится, приложим. Бачок здесь будет стоять. Он внутри вот тут? Да, внутри вот под пластиком. Получается, если вынос вот так стоит, бачок здесь, то система работать не будет. Он будет кипеть. Вот, и получается, что тот бачок выносить сюда, ну просто бред. Вообще, он такой вот кроводратный, с такой пробкой, как на Жигулях на девятке, грубо говоря. Получится, что придется ставить тройник, как вот мы делаем после комплектации Трофи ПРО. Убираем верхний радиатор, нижний выносим наверх. Ставим тройник и выводим на тройнике пробка. И выводим шланг на решительный бачок. Придется делать тройник этот с пробкой. Придется покупать тройник, придется покупать пробку. И решительный бачок старого образца. То есть, зачем они это сделали, немножко не понимаю, но как бы так. Что понравилось? Они изменили верхний рычаг. Но опять же, я думаю, что не они это придумали, придумали ребята. На ютубе я видел, они разрезали вот здесь рычаг. Приваривали здесь ухо, здесь ухо. И ставили два саленблока. Стелс до этого дошел все-таки, наконец. Нет, потому что с этими рычагами устаешь втулки менять. Они все-таки поставили, сделали двойной рычаг. Поставили втулки все равно, но все равно их две. То есть, вот здесь вот стоит еще ухо. И здесь ухо. Эта фотография есть, ее выкинем. Вот эту часть, вот эта форма упора амортизатора на одну трубу. Хоть здесь и усиливали, все равно рычаги гнутся. Но слава богу, они пришли к тому, что они эти две трубы сместили друг к другу ближе. Вывели на шаровую, а крепиться будет в этом месте между двух труб. То есть, нагрузка амортизатора будет идти не на одну трубу рычага, а на две. То есть, хоть что-то здесь вот изменили. Сделали нормально, короче, по рычагу. Потом поставили передний стабилизатор, потому что гепард валкий на поворотах. Но мы давно рекламируем, по факту рекламируем, да. Потому что, ну, чтобы люди знали, мы проверили сами. Потом стали ставить клиентам и стали снимать рекламу компании Плаза. Так как они пружины ставят и амортизаторы намного делают качественнее. Мы их ставим, с ними проблем нет. И, в принципе, смысл стабилизатора исчезает. Он просто не нужен. То, что квадроцикл становится в поворотах абсолютно адекватно лояльный. Сейчас поставили стабилизатор, изменили рычаги немножко. Ну, любой стабилизатор уменьшает ход подвески. Значит, они хотят, что, уйти от высокого проходимого гепарда к шоссейным квадроциклам типа Одесса, РМа и ЦФа. Не могу немножко понять. Потому что гепард это единственный в своем классе самый высокий квадроцикл с самыми высокими углами и клиренсом. Не могу понять. Вот. А так... А, доп-крепеж они сделали на редуктор. Ну, третью точку типа, типа, это как у нас. Пока мы не придумали, не показали это все, стелс походу додумался. Вам, ребята, респект. Только скажи, что, скорее всего, они тонкий металл. Ну, они взяли, мы делали пятерку, рассчитывали нагрузку, что ухо 2,5 сантиметра. И толщина пятерка уха это самое оптимальное, чтобы удерживать редуктор. Опять же, мы брали металл, я не помню, это человек у нас специально брал закаленную сталь, хорошую, которая не погнется просто от элементарной нагрузки, там, диагональной. Они поставили 3 миллиметра. Ну, я, кстати, к сожалению, не подпиливал, не пробовал металл. Ну, я думаю, что это сыромятина в плане, как обычная рама труба. Ну, то есть сырая, сырой металл, шовный. Ну, там бесшовный будет, но я как шовный металл, мягкий. Не знаю. Ну, надеюсь, они исправили эту ошибку, и редуктор не будет больше ломаться. Хотя в продаже, я видел, появились крышки, теперь все покупайте крышки дешевые. Ну, все равно переборка и плюс крышки, и переборка, и геморрой. Зачем это надо? Зачем это надо? Так, по основным изменениям. Гнутые рычаги? Гнутые рычаги, они своего производства поставили, но они, опять же, на втулках. То есть втулки, это, ну, расходный материал, будете тратить деньги. По форме и по проходимости, там, мы еще не знаем, надо их тестировать. Ну, они, примерно, плюс-минус все равно такие же, я думаю, ну... Надо потестить, это... Надо, да, но, к сожалению, стелс, вот Игорь сказал, на тест не дает, ни нам, ни дилерам. Ладно, бог снимай, но, по большому счету, мы сейчас снимаем больше и пробуем. Почему-то все тайком, то есть квадроциклы у людей есть. А дилеры перестали снимать видео, перестали снимать покатушки, устраивать соревнования. У нас бюджет просто немножко не совсем позволяет устраивать соревнования постоянно. Но все равно, мы постарались, сделали соревнования, люди приехали и кайфанули. Мы освещаем эту технику, и не только, как все говорят, что вы там захваливаете стелс, так мы и показываем его косяки, и что мы знаем, что надо исправлять. И в самую первую очередь, люди катаются, вот с нами сейчас выходные, Игорь, похоже, выложит видео. Мы проехали 100 с копейками километров, с глубиной снега, сантиметров, наверное, в 70, наверное, да, 60-70. То есть, грубо говоря, когда ты едешь первым, у тебя снег заходит на багажник. И ты видишь, как метр перед собой снег, да, он такой пушнинкой, но ты видишь, как метр снега ты тащишь вперед. Игорь снимет видео, ездили все гепарды. Ну, 8 гепардов или 9. БРП, 1 и Одесс. А, 1 Одесс литровый ездил Паша, мой друг. И доктор. Доктор на ренегате XMR. Вот. Все кайфанули, никаких поломок. Все доехали. У нас Тигран немножко в повороте, там, куда-то в кочку влетел на горилле. Немножко погнул тягу. Но, опять же, тяги родные. Она сыграла, чуть-чуть согнулась. Не вырвала ни руль, ни шаровую, ни наконечник. Все нормально. Так что, все без поломок. Катаемся, кайфуем. Всех приглашаем всегда. И показываем, что мы ездим. Мы не боимся ни с кем поехать. Ничего. Все. Приезжайте, катайтесь. Не вопрос. Да, вот некоторые люди пишут, там что-то говорят, комментарии. У меня там это. Там сломалось. Тут не едет. Но мы говорим, так приезжайте, покажите. Все, пропал. Пропал. Ну, или приезжайте, мы вам поможем, сделаем его. И будет кататься на Гепарде, на CF, на Одессе. Вот у нас стоит CF, так же сломался. Так же ломаются BRP, так же ломаются RM. Одесс просто только появился. И уж а то пошло. Одесс, это есть тот же, вернее, RM, это и есть тот же самый Одесс. Punch Cross. А Одесс, это все, все равно Одесс. И RM, это тоже Одесс. Что бы вы понимали. Расскажи, Алексей, про литровый Гепард. Фоточку приложим. Фоточку мы приложим. Мы его не видели. Естественно, у стелса все закрыто. Они не делают и не хайпануть не хотят. И не хотят людям показать свою продукцию. Какие-то фотки выкидывают непонятные. И мне подписчик Сергей, наверное, серьезно, ну, можно назвать. А тем, тебя мало кто знает, ничего не скажет. Он мне скинул фотографию двигателя, там, с какого-то видео, с презентацией, какой-то там внутренней микропрезентации, стелс гепард тысячный. И если он будет с этим двигателем, пацаны, бля, вообще, вы просто расстроитесь все. И мы расстроимся, потому что двигатель в одном картере с коробкой, но раздельно. Трансмиссия с одним заливным горловиной, с одним маслом двигатель, с другой горловиной, с заливным маслом. Компоновка X10, X8, Ашот. Компоновка, ну, так себе. Мне вот не очень она нравится. БРП не зря не переходит на однокартерные двигатели. Потому что все-таки перебрать двигатель и перебрать двигатель вместе с коробкой разобирать, ну, такая себе. Хотя там вроде бы, как бы сказали, что коробка будет перебираться отдельно. То есть, вы снимаете крышечку и коробка, ну, то есть, со стороны, например, вариатора снимается крышка. И вы можете всю коробку вытащить, перебрать, там, поменять вилки, какие-то муфты, шестеренки, ну, смотря, что там случилось, да, там, или какие-то подшипники. И обратно собрать. Вот. Но если это будет так, это будет хоть как-то. У ЦФ это не так. У ЦФ надо разбирать все. Потом двигатель будет стоять, грубо говоря, вот развал. Раньше фильтр масляный стоял здесь. Будет стоять с этой стороны. Под ним будет стоять помпа и картер коробки. Ну, то есть, это и ведет все к, как-то сказать, ну, к брендированию двигателя. То есть, гепард сейчас, RM, гепард, одесс. Это мультибрендовый BRP. Это мультибрендовый двигатель. То есть, его можно собрать и на BRP-шных запчастях, и на RM-овских запчастях, и на стелсовских запчастях. Это мультибренд. Это, ты можешь, у тебя есть бабки, ты хочешь, ты можешь засунуть поршня от BRP в стелс гепард и кататься. Хочешь коленвал, можешь воткнуть. Там разница, есть сальники, пумпы. Там в распредвалах небольшая ральца, в шестеренках газораспределение. Но это ерунда, это мелочи. Все это взаимозаменяемо. Все это можно собрать, в сумме это все будет работать. Если стелс поставит свой двигатель, какой-то там, да, ну, а-ля свой, вы понимаете, с Поднебесной, на него запчасти будут, как сказать, брендовые. То есть, стелс будет регулировать ваши расходы. А в данный момент у вас есть выбор. Потому что, ну, грубо говоря, возьмем так, что коленвал на стелс, например, оригинальный, стоит 33 тысячи рублей. Ну, утрированно, да, берем, 33 тысячи рублей. На РМ оригинальный коленвал будет стоить 43 тысячи рублей. Хотя в нем всего лишь одно отверстие для смазывания, для охлаждения магнета. То есть, канал идет, который масло охлаждает магнета. Все, а когда коленвалы абсолютно одинаковые. Бирпи, естественно, просто качество лучше, но он стоит еще дороже. А тут получится, у вас будет коленвал. Вот стелс скажет 50 тысяч рублей. И он будет стоить 50 тысяч рублей. И вы его нигде не купите. Кроме стелса. Потому что такой конфигурации двигателя я не видел. Так что, если стелс делает литр, не как Одес, скопировали, Бирпи, прям вот досконально. А сделает свой двигатель. Ну, то есть, поняли. То есть, какой-то двигатель, который у Чульваня, там, где-то нашелся, там, несколько десятков тысяч штук. И он такой русский говорит, ребят, вы разработали, я вам его сделаю, там, ну, такая фигня, вы поняли. Если он сделал так, будет, конечно, все печально. И плюс, где запчасти на него брать, вообще непонятно. Потому что у стелса тоже иногда бывают проблемы с запчастями. Так что стелсу, я не знаю. Минус. Ну, не минус. По этой части, по части маркетинга. По части маркетинга вообще дно просто. Мы ездим к дилерам, стараемся, там, парни, давайте снимать. Потому что нам нравится стелс. Нам, мы не против Одеса. Как многие пишут, вы, там, обсираете Одес. Да мы его не обсираем. Мы его ремонтируем, дорабатываем нашим друзьям, клиентам. Да, мы просто показываем какие-то нюансы, какие-то минусы этой техники. И плюсы другой техники. Плюсы у Одеса. У Одеса сто процентов плюс двигатель. Сто процентов плюс коробка. Сто процентов. Передний редуктор минус. Задний, ну, просто редуктор. Клиренс. Клиренс вообще не обсуждается. Мы сегодня заходили в БРП. Там стоят в свободной продаже Одеса, Литр. Муд Про. Ну, клиренс там, я не знаю. Вот мой гепард стоит, да, если поставить рядом. Я вот пузатый под своим гепардом пролезу. Вообще даже, ну, просто просвещу. Ну, а под Одеса я только руку могу засунуть. Или голову так вот боком. Все, там нет клиренса на 30-й резине. Плюс 30-ю резину поставили. Так у тебя гепард не на 30-й резине еще. Так у меня гепард, да, не на 30-й резине. Но все равно резина большая, боксер. Ну, понятно. Потом берем выворот колеса. Вот мы сегодня стояли, смотрели. Кстати, они поставили уже другие амортизаторы Юит какого-то такого золотистого цвета. Кое-как они нажимаются хотя бы. Потому что последние красные Юиты обычные, мы вот здесь вот пробовали с Игорем этот Одес. Я вот 130 килограмм вешу. Я не смог его, вот, раскачать не смог. Он просто так вот чуть-чуть шевельнулся и все. Крутили, регулировали. Так и отдали клиенту. Сказали, ну, дружище, ищи другие амортизаторы. Они не регулируются. Сейчас они изменили амортизаторы, получается, да? Да, мудро. Да, золотистые какие-то поставили на мудро. Они работают. Ну, желтого такого цвета. Морда жесткая, жопа помягче. Ну, потому что спереди, получается, на морде у нее двигатель, коробка. Все равно это ближний к передней части. Наверное, из-за этого. Вот. Но мы все равно ни в коем случае не, как сказать, ну, не рассказываем. У нас нет негатива ни к РМу, ни к Одессу, ни к каким другим квадроциклам. Мы просто рассказываем, что Гепард это для нас золотая середина. Его пластик, его компоновка общая, проводка, как это сделано. Усилители изменили. Усилитель дековский стоит и на ЦФ такой, и на РМ, и на Одессе. И везде стоит такой же теперь усилитель. Везде стоит. Баки изменили. Бак 30 литров. На Гепардии ты едешь, канистру, ну, это можно взять. Но я, в принципе, вот мы... Вот я за сколько лет езжу ни разу не брал. Да, да я тоже ни разу не брал. Парни на BRP по несколько раз заправляются. Так, Одесс тоже все равно. 20 литров бак. 22 швиль, 20 литров бак. Смотри, плюсы. Пластик, бак, клиренс. Компоновка двигателя такая же. Редуктора тайваньские. В принципе, надежная. Очень надежная. Задние вообще суперменные. То есть, все равно, есть свои плюсы и у Стелса, и у Одесса, и у РМа, наверное. У РМа, конечно, мало плюсов, но бог с ним. Ну вот, мы выбрали эту технику. Нам нравится его компоновка. Он ремонтно доступный. Например, чтобы вам на Одессе, как показывает, там, Михаил показал, Роман, там, снять боковинку вот эту. Например, правую, да, там, левую, правую, любую. Поверьте, это такой ребус. Вам надо вытащить кучу пистонов, снять кучу пластмассок, потому что пистоны есть скрытые и другой пластмасской. Вам придется снимать внутренний вот здесь вот короб, потому что под ним есть пистон. И вот это все вот, это чтобы просто снять боковинку, например, свечу поменять. Вам, вы там такой ребус сделаете, вообще офигеете. Пистоны ломаются, качество отвратительное. У гепарда нет пистона. Взяли шуруповер, боковину сняли, она мягкая, она не сломается. Вы ее просто так взяли, вырвали даже, а ей ничего не будет абсолютно. Вообще пофигу. У РМ, у Одесса, у ЦФ, если вы вот так вот рванете, пистонов и ушей больше вообще ничего не останет. Все отломится. Но у гепарда есть свои нюансы, потому что мы его дорабатываем. Это хвостовик, который они ни хрена сделать не могут до сих пор. Этот фланец, который сделан наравне с хвостовиком, и там продают какие-то шайбы, какую-то хероботину, продают всякую эти шайбы, там везде эти, продают по 400, по 2000 рублей. Все равно, эту проблему можно исправить только механически. Это углошифовальная машинка, наждачный круг, сняли фланец, обточили хвостовик, поставили фланец, затянули, все, забыли. Мы знаем эти все болячки, мы их устраняем. С шестеренкой там проблемы есть. С шестеренкой есть проблемы. Мы снимаем, показываем. То есть мы не говорим, что стелс идеальный, берите все. Кто-то возьмет Одесс. Но мы посмотрим, что Одесс еще покажет. Потому что все-таки я очень переживаю за передний редуктор. Вот все думают, что все нормально будет. Но вы поверьте, у меня даже знакомые, кто в магазинах работает, магазины держат, квадры запчастей. Они звонят и говорят, а у вас нет редуктора на хайсан? Они такие, на хайсан есть. А вы случайно не знаете, он на Одесс подойдет. Они такие, подойдет, но я уже так как мы общаемся, я им сказал, что надо просто поменять фланец, куда вставляется соединение шлицевое. Все. А так он такой же. Он такой, не, не, нам на хайсан все, все, мы берем. Я вам говорю, поверьте, они пока дорогие. А потом пришел человек забирать редуктор и объяснил, что он газанул хорошенько и колесо за что-то зацепилось. И просто пум, и редуктор отлетел к хренам собачьим. Разорвало его весь. То есть все это не от нас. По двигателю мы не знаем. Нет, ну когда же по двигателю. Есть видео, снимал Нордвей. Наш друг. В друге. Мы с ним не знакомы, но с ним тоже в интернете один раз я закусывался. Ну бог с ним, это ерунда все. Мне этот подписчик недавно, причем это есть в последнем видео, скидывай ссылку на видео Нордвей. 10 месяцев назад. Да, 10 месяцев назад, где он покажет, что на Одессе сдох двигатель. Два. Что два? Два. Ну, один он показал, который именно умер. Где шатунные вкладыши, его провернуло, и один вкладыш залез на другой, все это сварилось. Ну, мотор под ремонт. То есть капремонт двигателя, замена коленвала. Но я, например, увидел в том видео, что там маслице красненькое было. А красное маслице у нас, это мотюль. А 90% мутиля, это подделка вообще в России. Не то, что в Москве, а в России. И я написал, ну типа, галимый мотюль там, или плохой мотюль. И он пишет, скорее всего. То есть не факт, что двигатель умер у Одесса от того, что он был бракованный. Очень много любителей заливать мотюль. Мотюль отличное масло. Просто топовое масло. Но, к сожалению, в России его купить очень проблематично. Потому что я, быстро расскажу, просто очень интересно вам будет. Я один раз перебирал на гепарде коробку с настоящим мутюлем. То есть трансмиссионным 75-140. Насколько я знаю, клиент сказал, оно было, вот не буду брать, или синего, или зеленого цвета. Коробку привезли со слитым маслом. Я разбираю коробку. И так получилось, как Штеренки вытаскиваю. Я не люблю в перчатках, я достаю Штеренки руками. И вот пленка с Штеренок попала мне на руки. Вот я 7 раз мыл специальной пастой, и руки были жирные. И это был единственный раз, когда мне попался настоящий мотюль. Все остальное, это просто вот, мы проливали, грубо говоря, на пол мотюль, и на следующий день даже пятна не оставалось. То есть после масла пятна не осталось. Остался какой-то красный порошочек, какая-то херня. Так что видео Nordway, я думаю, что все-таки это, ну вот мое мнение, это был левый мотюль, а не Одессовский двигатель. Надеюсь, конечно, когда-нибудь к нам попадет в сервис Одессовский двигатель, стуканутый, взорванный. Мы его посмотрим, компоновку. Сделали там масляные форсунки для охлаждения поршня, смазывания того же пальца. Да, вот там стоят на BRP, стоят две форсунки, которые охлаждают поршня. Вот, к сожалению, в BRP, ну, в Одессовском двигателе у нас не было, литрового. И посмотреть, к сожалению, не получается пока. Но он все равно у нас будет по-любому. Или кто-нибудь утопит, или кто-нибудь что-нибудь, он будет. Мы потом с ним видео и покажем, насколько он схож с BRP-шным двигателем. На Одессовском двигателе стоит еще и теплообменник, который антифризом охлаждает масло. Вот, так что Одесс неплохая техника, но есть минусы. И мы, к сожалению, или к радости, рады, что у нас есть стелс, гепард. Мы будем на нем ездить. Будем надеяться, что стелс станет лояльнее, будет освещать свои какие-то ноу-хау, хотя бы блогерам. Я там не блогер, я так снимаю просто для вас какие-то технические нюансики, просто для людей. А есть блогеры основные, которые... Ну, основные что у нас? Игорян только, грубо говоря, получается по гепардам. И я надеюсь, стелс нам с Игорем, ну, хотя бы, может быть, даст хотя бы там на полдня, чтобы мы прокатились, посмотрели, поснимали и публике нашей рассказали. Потому что у нас с Игорем почти по 10 тысяч подписчиков. Это, конечно, не очень много, но для квадродвижения это далеко не мало. Вот. И надеюсь, что нам дадут и 2.0 на тест, на осмотр, ну, более досконально, чтобы покататься, можно было понять, кренится, не кренится, как он себя ведет, как работает система охлаждения, то есть, что они сделали там. Ну, к примеру, мы все равно понимаем, что они сделали. Ну, вот, дадут освещать свою технику. Ну, к сожалению, пока нам ничего не дают. Мы снимаем только то, что есть у нас, у наших клиентов. Ну, к сожалению, вот так. Ну, все, друзья, и так уже много наговорили. Да, фоточки прикрепим. Да. Все, друзья, в конце смотрите фотки. Сейчас я их закреплю. Все. Вот. Вот мы. Да. Вот наш сервис. Наш сервис. Мы здесь. Мы только говорим, как есть. Все по делу. Самые лучшие мотоциклы всегда у нас. Еще, ребят, если мы с Игорем делаем рекламу кому-то, какую-то, это все бесплатно, нам никто ничего не платит. И вся эта реклама только тогда происходит, когда нам дают, например, на тест какие-то вещи. Мы ставим на свои мотоциклы или своим близким клиентам. Мы катаемся не один месяц и не одну тысячу километров. И после этого мы можем прорекламировать. Потому что вот мы рекламируем, например, Плазу, но у меня есть видео, где я показал, что она не идеальная. И они изменили пружину, сделали чуть качественнее пружину, толще. И Плаза сейчас, в данный момент, я сам езжу на Плазе, Игорь ездит. Почти все наши клиенты ездят. Т-99. И все довольны. Ну, бывает один, конечно, кто-то недовольный. Но, к сожалению, всем не угодит. Тот же самый Yellow Pro. Вот рычаги мы показывали. Yellow Pro не поменял. До сих пор делает. Василий, например, Trophy Pro. Мы Василия попросили, показали Василию, что вот компания Trophy Pro, попросили задний рычаг немножечко сделать изменение сварочных швов. Он изменил, но респект, все. Трубу увеличил. Трубу увеличил, диаметр трубы. Не диаметр, толщину трубы. Толщину трубы. И обварил то, что мы его попросили усилить там часть заднего рычага. Человек двигается. Человек, да. А Yellow Pro как остался в 15-м году? Да, дальше все и делают, ничего не меняют. У всех ломают. Вот недавно приезжал сломанный там все. Вот, так что если мы с Игорем что-то, кого-то будем рекламировать, это в первую очередь для Вас, чтобы Вы не попадали, я не знаю, можно говорить про то, что все идет. Мы ехали, нам позвонил подписчик и спросил, можно поставить вынос другой компании. А, ну да. Можно говорить, как думаете? Ну, компанию не надо называть. Ну, не будем компанию называть, скажем так, не Trophy Pro и не Yellow Pro, известная компания. И вот, и он попросил, как его поставить? Мы такие, уважаемые, ну, вы понимаете, изначально ну, неправильно сделана компоновка. Компоновка просто изначально сделана неправильно. Почему мы, например, работаем с Trophy Pro? Просто наглядный пример, давай покажем. Вот вынос. Он не отличается ни от Yellow Pro, ни от Quadro Team, ничем. Но, но, есть маленькое но. Вот эти четыре шестигранничка, то есть болтика. Если вы катаетесь, дубасите, кайфуете, вам надо, чтобы не перегреть двигатель, мыть радиатор. Все выносы надо снимать, сливать антифриз, все разбирать, чтобы снять радиатор. Здесь вы откручиваете четыре болтика, снимаете накладочку, и у вас весь радиатор, покажи, что весь, вот его край, нижний край, вот он верхний край. У вас на 95% открыт весь радиатор. Вы его промыли, закрутили четыре болтика и кайфуем дальше. Плюс, еще сюда бачок может поднять расширитель наверх. А чуваки крутили его целый день, который нам позвонили сегодня, и не могут туда поставить. Он не имеет возможности установки расширительного бачка. Как вот антифриз долить? Что, снимать морду, что ли? Ну, зачем? Да, здесь вот шнуркеля, там все, патрубки, вот такого плана, покажи. Да. Вот такого плана, как долезть до радиатора, как промыть. Там внутри сетка, здесь закрыто, здесь закрыто. Ну, то есть... Громоздкий. А это литр. Вот это вынос, вот смотри. Вот шнуркеля. Вот здесь вот столько лишнего, вот здесь вот столько лишнего. Куда? Он полквадрика заедет. Он должен вот здесь вот где-то примерно сантиметров 8 от радиатора до облицовки. Для чего? Зачем? Непонятно. Потом, опять же, вы вот посидели, увидели, например, у Игоря, да, там, или у меня, вот у меня вот такой же вынос. Мне вот Василий сделал накладочку. То есть, это вы гараж. И так сойдет мой логотипчик. Да, конечно, название я выбрал прикольное, но бог с ним, ну, теперь оно такое. Вы захотели свое лицо, свое название, там, не знаю, свой какой-то там, не знаю, погоняло детское. Там, да что хотите. Вы заказали, вам вырезали, вы просто открутили 4 болта, ту облицовку выкинули, свою сюда поставили. Захотели в другой цвет покрасили, захотели подсветку, опять же, сняли, сделали подсветку внутри. Ну, то есть, кому как, то есть. Но, вот из-за этого мы выбираем и рекламируем, например, данную компанию. Потому что гнутые рычаги, но я потом сниму про свой еще видео, это мой новый квадроцикл. Это новый гепард мой. Я его купил опять бэушным, потому что, ну, короче, потому что потому. Я надеюсь, ты принес, снимешь обзор. Сниму, да, обзор про свой мотоцикл. Вот он у меня стоит, колеса 29-й. Ну, я сниму обзор, покажу. Мы просто показываем, что почему мы сотрудничаем и рекламируем компанию Трофи Про. Только за то, что, ну, нет. Человек двигается. Человек двигается, человек прислушивается. Воспринимает требования. И нас все устраивает. Вот, нас, если что-то не устраивает, мы звоним, говорим, Василий, вот надо постараться вот здесь вот что-то там вот убрать, добавить как-то, что-то как-то с краской там. Ну, он прислушивается, он изменяет, понимаете? Вот из-за этого. Так что, вот из-за этого, что мы показываем вам только реальных, рекламируем реальных людей с реальным товаром, мы надеемся, что когда-нибудь нам кто-нибудь хоть там на мороженое занесет. Вот, ну, Василию хотя бы, блин, респект за, там, он нам дал на тест, Игорь, вот попробовать вынос, рычаги, мне сделал вынос, рычаги, с рычагами, правда, конечно, чуть-чуть, ну, ладно, бог с ним. Ну, сам факт, сам факт, главному нашему блогеру Фризиту дали на тест бесплатно, мы оттестировали, мы покатались, мы посмотрели, и это лучший вариант в данный момент. Из-за этого мы рекламируем вот такой товар, так что... И также еще не стоит забывать, что все реальные клиенты, которые у нас делают, после этого сами участвуют в катках. Да, да. Не какие-то, вот мы показали где-то, может, один и тот же квадрик крутим, это все реальные люди, они вам дают разные, с разных городов. Да, не шокер, ты вспомни, человек с Тамбова в субботу говорит, парни, это просто бомбически, это я просто, мы, говорит, я, пока мы ехали, я скидывал своим друзьям в Тамбов видосы, говорит... Он, короче, говорит... Как будто, не то, что в Карелию, как будто попал, потому что мы попали в снегопад, получилась пушнина, лес белый, снег легкий, температура минус 3-5, просто покатуха на изи, все летят, средняя скорость 30-40 метров в час, все кайфуют. Мы катаемся без бухла, у нас нет бухалова, это закрытая тема, только максимум безалкогольное пиво в кафе, все, алкоголь закрытая тема. Вот мы катались, чуваки довольны, что никто не бухает, чуваки довольны, что просто длинные маршруты, просто офигенные места, офигенные трассы. Мы доехали до монастыря, я, к сожалению, не понял, как он называется, но он тысяча... Белописотский монастырь. Да, он постройки 1498 года. То есть человек с Тамбова привез квадроцикл, мы ему его зарядили, он с нами сразу же поехал кататься, просто куча эмоций. Он сказал, говорит, пацаны, можно я к вам буду приезжать, с Тамбова кататься, 500 километров. Я буду хотя бы к вам там иногда приезжать покататься, мы говорим, блин, братан, вообще не вопрос, приезжай кататься, проблем нет. Ну человек просто такой прям, он после катки на изи сел в тачку, загрузил квадро, говорит, пацаны, я на эмоциях, я нахер гостиницу, я сейчас буду ехать кайфовать, мыслить, как катались. Все, я полетел домой, ну все, давай, руки пожали, он погнал. Так что постоянно с нами клиенты ездят наши, постоянно. Это не какой-то там какой-то фейк, все реальные люди, взрослые. Из-за этого и показываем, чаще всего, грубо говоря, пишут там, а что вы там сделали, опять фары, опять руль, опять это, то. Да мы показываем то, что люди готовы заряжать технику, им нравится, кто-то обклеивает, кто-то делает макс бет, кто-то чуть поменьше. В этом нет разницы, мы же можем объяснить, что первоначально нужно, потом финансово не все могут осилить сразу покупку техники и ее доработку. Мы говорим, что надо сделать минимальный пакет, это вот это, средний это вот это и максимальный это, ну просто что вы хотите, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Вот, так что люди привозят и мы показываем, что вот, ну я мало, Игорь показывает, я вот могу какую-нибудь фигню показать там, обзор какой-нибудь сделал там, да, вон ведрище, например. А Игорь показывает, что мы делаем, какие мы делаем аппараты, что-то, понимаете, что-то мы придумываем, мы больше не будем выкладывать. К сожалению, я, например, не буду больше выкладывать никакие доработки, никакие детали, потому что до того люди просто вот настолько наглые, что просто даже с этим доп-крепежом я не говорил, что я, у меня есть видео, где я рассказал полностью, как этот крепеж получился, от кого получился, что, как, чего, откуда, какая железка. Да и сам факт, что он первый получился, ни у кого не было. Да, ни у кого не было, я его сделал и сейчас делает минимум пять заводов этот крепеж, заводы делают. Они сделали эту деталь, обесценили, во-первых, потому что я понимаю, что не все готовы платить там пять тысяч рублей, четыре тысячи рублей, но обесценивать такие детали там до 1900, там есть Александр, это тебе, Александр, Тюмень, респект, ты самый чувак классный. Этот чувак, Александр, он все ждал от меня рекламы, он обесценил эту деталь настолько просто, что я просто больше не буду ничего придумывать и показывать. Хотя у нас есть еще свои мульки, мы разобрались. Только для клиентов. Да, мы своим клиентам все делаем за копейки, реальные вещи и люди довольны, но я, к сожалению, больше не буду это выкладывать и рассказывать. А тебе, Александр, привет, жигулевского пива, тебе пиво, чтобы ты ему упился, потому что, к сожалению, с твоей детали, которую ты своровал, больше 200 рублей, походу, ты не зарабатываешь. На два пива. На два пива, ну... Дорогой алкоголь пока не можешь себе позволить. Да, к сожалению, не позволишь. Так что ты хотел рекламу, Александр, Тюмень делает доп-крепеж с лазерной сваркой. Не совсем все сходится, потому что он не понимает, он просто взял нашу деталь, разрезал и кое-как там сварил. Она почти всегда сходится по болтам, а вот с редуктором не всегда сходится, потому что нам звонят, говорят, ребята, что это не сходит с крепеж? А мы говорим, так вы спрашиваете у того, кто его сделал, как бы. Я в Тюмени вот заказывал там-то, там-то, 1900, и он мне еще доставку оплатил. Какой хороший чувак. Ну, мы говорим, ну, это чувак самый четкий. Это, кстати, чувак, который еще и сделал, заказал чертежи этого крепежа, чтобы типа всем показать, что это он его придумал. Сань, ты его придумал, ты красавчик. Все, тебе уже и так много времени мы уделили. Мы столько времени уделяем даже топовым компаниям, как Трофи Про. Тебе респект, уважуха, что вся жизнь твоя была 200 рублей. Все. Вот, так что всех ждем, ребят, приезжайте. Все наши контакты внизу. Доработаем, сделаем вам супер мотоциклы. Надеемся, 2.0 понравится. И надеюсь, что стелс станет, а, лояльнее к нам. Это самое главное. Лояльнее к вам. Да. Потому что вы главный потребитель этой техники. Мы можем вам только показать. Это даже неуважение к потребителю, не то, что к нам. Да, да, просто неуважение к покупателю. Со стороны, опять же, маркетингового отдела. Конечно, выделить дилеру 2.0, чтобы они сняли обзор. Или там сказали, вот, ребят, вам на один день возьмите этот 2.0, покатайтесь, посмотрите, что это, как, что, чего. Покажите людям, что мы, стелс, стараемся, мы хотим дать уверенность в технике. Хотим дать надежность технике. А они вот как-то вот все вот, как-то вот так вот непонятно. То есть, вот Игорь уже сказал про Одес, да. Дали они им там, за какую-то скидку дали, что-то как-то. Ребята сняли контент, показали и Одес пошел. Он реально идет. Но ребята все равно снимают контент. Мы снимаем немножко другой контент. Мы снимаем его на Изи, потому что мы показываем свою работу. свои доработки и недочеты заводов. А там показывают, что он там дал газу, погонял, так дайте нам любой гепард новый. Так же мы там покатаемся, погоняем, ничего им не будет. Он потом сломается, естественно. Какое-то время пройдет. И я уверен, что ни один блогер, который снимает рекламу, например, той или иной техники, никогда не покажет ее серьезных поломок. А они будут. По-любому будут. Но это мы посмотрим. Не может быть исключением. Уже люди сами, когда приобретут массу, к нам привезут поломку, мы покажем. И надеюсь, что компания стелс станет лояльнее к нам. Естественно, к вам в первую очередь, к нам потом. И все-таки, если сделают литровый квадроцикл, все-таки им хватит мозгов поставить обычный BRP-шный двигатель. Я надеюсь, хватит мозгов. Я сделал свой мультибрендовый. Я уверен, что это фиаско будет. Поездим на старых версиях. Да, но мы все будем есть на этих. Или постараемся найти какого-нибудь поставщика, кто нам привезет Одессовские двигатели с коробкой XMR в сборе. В Китае они, естественно, есть. Одесс большой завод здоровенный. И внедрим его в Гепард. И просто будем смотреть, если сумма переделки будет адекватной, и люди захотят. Ну, хотя тоже смысл Одесс есть, переделывать. Ну, не знаю, кто-то захочет, нет. Может быть, как элитный товар. Может быть, попробуем 800-й, да, еще переделать двигатель. Посмотрим, как он там, что пойдет. Там один человек все переделывает. Литр, не литр. Ну, я не видел этот литр. Ну, посмотрим. Сделать получится, сделаем. Если сумма будет адекватной, сделаем литр, будем его внедрять клиентам на ура. Так что, вот мои пожелания стелсу. Я думаю, Игорь присоединится к этим пожеланиям. Конечно. Так делать нельзя, как вы делаете. Это в натуре не какие-то там у-у-у, с палкой бегаем, там, ага, у меня палка такая, у меня такая. Надо как-то подходить к этим палкам по-другому. Не так, как вы подходите. Мы стараемся, а от вас ноль отзывов, ноль вообще общения. Вам вообще все равно на людей, которые вас в первую очередь не то, что рекламируют, а двигают. Мы с Игорем двигаем вашу технику, а вы, к сожалению, почему-то не идете на контакт. Мы показываем людям, вы вроде что-то делаете, а толку как-то что-то нет. Так что, вот так. Пора закругляться. И так очень наснимали. Напомню, что все контакты внизу под этим видео. Телефон мой, телефон Алексея. Пожалуйста, Инстаграм, Ватсап, Телеграм, Вконтакте пишите. Любые виды связи. Мессенджеры. Позвоните по телефону, если не хотите писать. Все, внизу сайт наш есть. Адрес, фотки, проекты, покатушки. Все, спасибо, друзья. До новых встреч.